Обзор. В октябре 2019 года в России открылось 18 новых производств. Новые заводы и цеха Обзор. В октябре 2019 года в России открылось 18 новых производств после успешного сентября. В октябре некоторое затишье. Открыто 5 крупных производств, с инвестициями более миллиарда рублей. Из 18 открытых производств два завода стальных радиаторов, и четыре фармацевтических производства. В Перме открыли одну из площадок для производства двигателя РД-191. Протон-ПМ ввело в эксплуатацию заготовительный корпус на загородной площадке в пермском поселке Новые Ляды, где разместится производство двигателей РД-191 для ракет-носителей «Ангара». Здесь будет производиться около 50 двигателей в год. Строительство заготовительного корпуса началось в 2014 году. На эти цели из федерального бюджета и бюджета предприятия выделили более 2 миллиардов рублей. Первый ВСКФО «Российско-Индийский завод медицинских изделий» открыли в Чечне. В Грозном состоялось открытие первого на Северном Кавказе российско-индийского завода по производству изделий медицинского назначения. Здесь будет изготавливаться целый ряд материалов, необходимых для эндоваскулярной рентгенохирургии. Это коронарные баллоны и стенты с лекарственным покрытием. Технологический процесс отвечает международным стандартам. В Краснодаре запустили производство хирургических шовных материалов. Предприятие, находящееся в Красунском округе и расположенное на площади 400 квадратных метров, на основе собственных запатентованных технологий будет производить материалы на основе синтетического и натурального сырья. Главным видом выпускаемой продукции будут отравматические шовные материалы в виде лигатуры, совмещенной с хирургической иглой. Материалы сделаны на основе синтетического и натурального сырья по собственным запатентованным технологиям. Заявленная мощность предприятия в год позволит производить 2 миллиона упакованных, стерильных нитей. Стоимость проекта составила 130 миллионов рублей. Предприятие уже трудоустроило 22 сотрудника, а при выходе на полную проектную мощность запланировано создание еще 40 рабочих мест. В Московской области запустили очередную линию по производству экологичной упаковки. На крупнейшем совместном российско-финском предприятии «Хухтамаки» в подмосковной Ивантиевке заработала новая линия по производству упаковки из втрасырья для яиц. Стоимость линии составила около 500 миллионов рублей. За прошлый год работы в Московской области компания принесла в региональный бюджет почти 700 миллионов рублей налогов. Средняя зарплата на предприятие составила 57 тысяч рублей в месяц. АО «Транснефт» при Волга ввело в эксплуатацию корпус сварочных работ. АО «Транснефт» при Волга ввело в эксплуатацию корпус сварочных работ на центральной базе производственного обслуживания ЦПО «Г. Новокубышевск». Современный корпус рассчитан на работу одновременно до 10 постов, в том числе и имеет два поста сварки крупногабаритных изделий. Вместе со сварочными работами могут выполняться работы по раскрою листового и трубного проката на установках плазменной и лазерной резки. В Ленинградской области открылся центр приводной техники «Сев Евродрайв». 24 октября во Всеволожском районе Ленобласти открылся центр приводной техники «Сев Евродрайв». Новое предприятие разместилось на участке площадью 45 тысяч. М2. В состав центра приводной техники входит административно-офисное здание площадью 2,57 тысячи. М2. И производственное здание площадью 5,7 тысячи. М2. Немецкий производитель приводной техники будет осуществлять сборку мотор-редукторов и сервис всей линейки приводной техники, производимой компанией. Плановая мощность предприятия составит по сборке 2000 изделий в месяц. Инвестор вложил в создание производства 2,6 миллиард рублей. В Липецкой области построен новый производственный корпус о швейной фабрике «Усмань». В Усмани завершено строительство производственного корпуса и благоустройство территории ООО «Швейная фабрика Усмань», что позволило значительно улучшить условия труда работников и довести численность работающих до 215 человек. Стоимость инвестиционного проекта по модернизации швейного производства составила 192 миллиона рублей. Второй мебельный комбинат запустил в Подмосковье линию по выпуску матрасов. Второй мебельный комбинат запустил в городе Клин Московской области новую производственную линию по выпуску взрослых и детских матрасов под брендом «Натровера». Которые будут продаваться в магазинах «Хоф» и много мебель. На заводе Кимберли Кларк в Подмосковье запущена новая производственная линия. Масштабный инвестиционный проект по расширению производства завершился на заводе компании Кимберли Кларк в городском округе Ступино. В рамках первого этапа расширения в октябре 2018 года на заводе были запущены две новые линии по производству подгузников и трусиков. И новый производственных цех площадью 5600 кв. метров. 10 октября открыта третья линия, и теперь на заводе работает семь производственных линий. Общий объем инвестиций в рамках проекта по расширению производства составил порядка 4 миллиардов рублей. Создано 68 новых рабочих мест. Завод по производству стальных радиаторов открылся в Подмосковье. В России открылся второй за три дня крупный завод по производству стальных радиаторов. Почин Владимирской области поддержала Московская. 10 октября в Подмосковном Ступино состоялось открытие первой очереди завода по производству стальных бытовых радиаторов немецкой компании Ками. Начат монтаж второй линии. Завод расположился на территории индустриального парка Ступино-1 на площади 5 гектаров. Площадь здания завода 14,5 тысяч м. На предприятии предусмотрены два линии по производству широкого спектра инновационных и энергоэффективных радиаторов. Ками. Часть продукции будет поставляться на экспорт. Общий объем инвестиций 2 миллиарда рублей. В Брянской области ООО «Микросфера» запустила новое производство. В Дедковском районе Брянской области запущено новое производство, созданное инвестором ООО «Микросфера», успешно зарекомендовавшим себя на рынке технических стеклоизделий. В поселке Бытош начали выпускать микростеклошарики диаметром до 900 микрон. Они используются в изготовлении светоотражающей краски для дорожной разметки. 8 октября запущена первая очередь производства. Она работает в плановом режиме. Новое предприятие разместилось в цехах бывшего стекольного завода на площади в 1,5 тысячу квадратных метров. В Самарской области запустили завод «ПМ-композит» по производству композитных материалов. На «ПМ-композит», который заработал в ОС «Тольятти», создано 128 рабочих мест. Основной вид деятельности ООО «ПМ-композит» – полимер-бетонное и прессовое производство изделий из композиционных материалов. Инвестиции в создание производства составили почти 895 миллионов рублей. На заводе «Верофарм» во Владимирской области запущена новая линия. В поселке Вальгинский Петушинского района запущена новая производственная линия компании «Верофарм». На ней будут выпускать жизненно важные лекарственные препараты в виде стерильных и инъекционных форм в шприцах и ампулах, предназначенные для оказания медицинской помощи в таких терапевтических областях, как анестезиология и интенсивная терапия, онкология, гематология, неврология, кардиология, гастроэнтерология. Линия достигнет проектной мощности 100 миллионов ампул и шприцев в год в первом квартале 2020 года. Дополнительно будет создано около 40 рабочих мест. В расширение производства на заводе во Владимирской области компания «Верофарм» вложила 500 миллионов рублей. Во Владимирской области состоялось открытие завода стальных панельных радиаторов. На базе промышленного технопарка инженерных, климатических систем и электроники в городе Киржач Владимирской области состоялось открытие нового завода по производству стальных панельных радиаторов промышленной группы «Ройл Фэйла». Создано 150 новых рабочих мест, а уровень локализации производства составляет более 95%. Объем инвестиций в проект превысил 1 миллиард рублей. Томская домостроительная компания открыла завод «Автомат», оснащенный российским оборудованием. Оборудование тульской марки «Гевит» позволяет выпускать по немецкой технологии бордюры и тротуарную плитку различных форм и расцветок. Также в производстве можно использовать гранитную крошку и другие природные материалы. Производительность линии составляет 25-30 тысяч квадратных метров плитки и 2,2 тысячи кубометров бордюров в месяц. Инвестиции в новый завод составили 150 миллионов рублей. В Омске открылся Центр лазерных технологий с оборудованием российского производства. 1 октября в Омске открылся Центр лазерных технологий ООО «ЦЛТ», оснащенный оборудованием для лазерной закалки стали и сплавов. Новая технология термообработки деталей увеличивает срок их службы в 2-3 раза. Также новый метод обработки безопасен для человека и экологически чистый. Лазерные комплексы для термоупрочнения стали являются российской разработкой. Новый Центр – это стратегический проект ООО «Термолазер» Г. Владимир и ГК «Титан». Открыт цех производства субстанций компании «Инфометк» в Калининградской области. В индустриальном парке «Экобалтик» Багратионовского городского округа состоялось открытие ЦХ по производству фармацевтических субстанций. Фармацевтическая компания «Инфометк» производит антисептики нового поколения лекарственный препарат «Мирамистин» и «Глазные капли ОКамистин». Препараты являются уникальной отечественной разработкой. Небольшие производства в Белгородской области запущено производство пуленепробиваемого стекла. Итого за октябрь 2019 года 18 новых производств. Из них 5 производств с инвестициями более 1 миллиарда рублей. 11 600 миллионов. Общий объем объявленных инвестиций более 13 миллиардов рублей. Из них 6 производств объем инвестиций не сообщается по отраслям машиностроения и металлообработка. 3 стройматериалы и ремонт. 5 химическая промышленность. 0 электроника и электротехника. 1 медицина и фармацевтика. 4 текстильная промышленность. 2 добывающая промышленность. 0 деревообрабатывающая промышленность. 0 другой 3 по источникам инвестиций. Иностранный 4 российский или смешанный 14.